Всем здравствуйте! Мы с Модичкой якать едем в выходные к Данушке, к маме в гости. Сегодня у нас погода дождливая, дожди пришли к нам. Ну, в общем-то, они нужны, потому что земля уже как камень становится. Даже вот у Лёши работники говорят, что не бурится, настолько она твёрдая, и вообще-то жара. Ну, лето, я радуюсь жаре, но я понимаю, что кто работает на улице, это очень тяжело. Ну, и, в общем, дождичка свежит, потому что даже трава уже начала выгорать, как на югах. Очень такое солнце жаристое. А я, в общем, косячу. Сейчас вот кто шьёт, послушают, закидают тактами, напишут, что так нельзя. В общем, у меня клиентка позавчера написала, что нужен срочный-срочный заказ. Её швея там протянула с мая, она хотела, чтобы в конце мая всё готово было. Но, в общем, вот, дотянули до последнего момента, и она обратилась ко мне. Там брюки такие интересные, и ток тоже интересный. Ну, во-первых, я брюки терпеть не могу, шить. Ну, и тут, чтобы как бы тоже ей вроде не отказывать, я, в общем, решила загнуть цену в надежде, что она точно откажется. А она согласилась. И, в общем, она едет в этот же день. Она в области живёт. Едут они в Нижний, покупают ткань, берут достаток. Больше ткани такой нет. И привозят в ней вечером же. Я её тут же обмеряю. Ну, в общем, процесс пошёл. С утра я, в общем, всё намыла везде, чтобы всё было чистенько. Всё это, в общем, короче, разложила. Десять раз промерила, где посмотрела. Думаю, ну всё, нет, вроде никаких косяков нет. Всё отлично. Всё укладывается. Всё у меня получается. И так гладенько всё идёт. И прям вот-вот-вот всё тютенько в тютенько. Ну, прям супер. Да, какая-то фигня, блин. Ну, так не бывает. Обычно там хожу, мучаюсь по десять раз. Там это... Или как-то внутри что-нибудь, что-нибудь будет не так. Потому что брюки. Ну, и потом получается что-нибудь не так. А тут прям вот всё как-то вот идёт. И прям вот, ну вот... Вот знаете, когда с вдохновением что-то делаешь? Вот так же. Нет, ну, чем-то всё это обернётся. Обернулась. В общем, я не заметила. Ну, вообще, я с этим первый раз, конечно, сталкиваюсь. Вообще, впервые в жизни. Когда на лице, видимо, маркером они там написали цифры какие-то на лицевой стороне. А она свёрнута лицом вовнутрь. И я не открывала, я не смотрела. И как раз, получается, на задней половинке брюк прям на самом таком месте хорошем. Как надпись. Вот знаете, причём я это всё... Я сострочила. Я уж почти всё собрала к примерке. Я стала выглаживать, ну, чтобы собрать брюки. Я начала выглаживать выточки. И вдруг я замечаю вот эту надпись. Причём не сразу же. Я же с изнанки глажу. А на лицо перевернула. И у меня такой сюрприз. Офигеть, такая авария. Капец. Капец просто. Господи помилуй. Как так-то? Фура влетела в легковую. Там фура развернута. Легковая на отбойнике висит. Ну, вообще вся смятка. Ой, вообще страшное дело. Я сначала даже не поняла, что это такое. Что за кусок железа на этом. Очень страшно. То ли дождик вот этот. Не знаю. Прямо аж это. Так, вот здесь тоже надо уезжать аккуратно. У нас вот едут по полосе разгоночной. Почему они тут едут, мне всегда интересно. Ну вот. Я, ну, думаю, что делать-то. Ткани-то я знаю, что больше нет её в магазине. Я начинаю, значит, пробовать отстирать. Есть амбоевский спрей пятновыводитель. Он даже жвачки, это, ну, отходят после него. Вот тут пробка. Ну, в общем, я начинаю как-то это всё дело пробовать. Смотрю, вроде блеклий становится. Ну, бледненькая такая надпись уже. И такая яркая. В общем, я прям раз, наверное, семь вот этим вот спреем брызгала. Потом ванишем пятновыводителем. В общем, чем только не пробовала. Вроде как будто бы вот не видно. Ну, так вот смотришь, не видно. А причём у неё ещё изнаночная сторона. Они, это знаете, ткань. Вот кто знает, это Креп Барби. У него, в принципе, она не настолько ярко выражена. Нет, там есть, вот как бы на ощупь там, да. Но, по сути, в общем, можно перелицевать и сделать заднюю часть изнаночной. Особо оно не будет в глаза бросаться. И как-то, в общем, вот это у меня одна из идей, как исправить можно. Потому что с изнаночной стороны её вообще не видно. Вот эту надпись. Вот сегодня я вчера решила оставить, уже не доделать. Думаю, сегодня с утра я их соберу. Отдать нужно их 10-го числа. Всё, сегодня шестое. Завтра у нас к ней примерка. И вот как раз Павлова будет примерка. И потом... Ой, машина, блин. И потом уже дальше я дошиваю, и они приезжают за ними. Я звонила и в Москву, где они ткань покупали. Это как шоу-рум у нас здесь. Основной магазин в Москве. Ну, чтобы по артиклю, чтобы мне такая же ткань-то пришла. У них там всё так сложно. У них там только два дня они рассматривают этот заказ. Потом они его отправляют. Дня 3-4 идёт. Ну, в общем, это неделя. Уже как раз у них там все мероприятия закончатся. Когда они мне тут эту ткань доставят. Я уже их прошу за деньги. Ну, вы мне скажите. Ну, там я заплачу. Сколько скажете. Только сделайте мне это, чтобы пришло в течение, там, ну, дня-двух. Вот так вот, чтобы у меня было время. Вот это вот всё. Ну, в общем, не знаю. Всё это на переписке, на телефоне. Они этим не занимаются. У них всё вот это вот в WhatsApp. И вот это вот они ответят сейчас. Через час. Ещё ж и WhatsApp подтупливать стал. Там тоже сообщение не сразу открывает. Не сразу показывает. В общем, это такой долгий процесс. Пока тут неделю только переписываться будешь. Ну, я так понимаю, что всё. Ну, на них надеяться не стоит. И столько сразу прям в Москву ехать. Ну, это, конечно, бред. Сейчас поеду. Вот я посмотрю, конечно, в Павлово ещё. Но это настолько... Ну, просто для успокоения души. Я туда съезжу, посмотрю. Ткань сложный цвет. И... В общем, не знаю. Ну, у меня, знаете, у меня всё равно внутри какой-то... Ну, впервые, наверное, такой пофигизм какой-то. Хотя девушка там переживает. Я вообще настолько я ответственно ко всему вот этому подхожу. И сама переживаю. И чтобы это всё было в срок хорошо. Но в этот раз я чувствую какое-то вот такое... То есть нет у меня этого вот паники. Вот этой у меня нет. Даже когда я увидела, у меня этой паники не случилось. Как ни странно. Сейчас ещё, конечно, есть надежда, что ей они будут сильно велики. Ну, надежда такая слабая. Но, тём не менее. И уйдёт вот эта часть хотя бы этой надписи, она уйдёт в шов. Ну, срежется. Вот я ещё на это надеюсь. И тогда было бы вообще всё супер. Там бы осталась небольшая, ну, там, чёрточка. Ну, как бы, бог с ней. Она была бы... Да, но и сейчас вот если не приглядываться, если не приглядываться, то она нормально всё это. Ну, если знать и вглядываться, то увидишь. Увидишь, да. Мы уже тут с мужем и так, и сяк смотрели. Я сейчас приеду ещё покажу маме, покажу соседке Оксане. В общем, всем мне покажу, что они мне скажут. Увидят, не увидят. Как это вообще? И вот тоже дилемма. Сказать ей или нет? По-хорошему и по-честному нужно сказать. Но тут момент ещё такой. Вот бывают же люди, да. Вот когда они не видят, они не знают. И всё супер. Они радуются. Они, ну, как бы, наслаждаются. То, что у них всё прекрасно. И есть другой момент. Когда вроде бы всё они не видят, они всё знают, всё у них прекрасно, но они будут знать то, что у них там такая ерунда. И они уже будут вот это вот... Как бы... Внутри у них будет другое состояние. Они будут думать о том, что у них там что-то есть. Вот, я про что. Не видно ли? Вот, я вот с этой точки зрения. И, в общем, я решила оставить это всё до примерки. Как это всё сядет сейчас? Посмотрим. И уже отсюда буду плясать. Если ей всё понравилось, может, вообще не сядет ничего, и мы там за голову схватимся, и я побегу другую ткань вообще покупать. Ну, нет, я думаю, что будет всё хорошо. И вот если это всё так будет хорошо и замечательно, она будет довольна как бы по её настроению, то я ей, конечно же, скажу... Ну, подложу ложку тёгт, ну, и будем что-то вместе думать. Может быть, сейчас ещё что-нибудь придумается. Либо вообще, вот, похожую ткань... Ну, кулин, похожую ткань... Вот этот цвет такой сложный и... Ну, он не то, что он сложный. Он светло-жёлтый, прям светло-белёсый такой, жёлтый или как бы белёсо-лимонный. Даже сложно сказать. Вот он какой-то жёлтый... Ну, больше, наверное, жёлтоватый. Бледно-бледно-жёлтый. Вот такой. У меня, кстати, габардин такого есть цвета. Нет, габардин точно нет. Она просто может быть похожего оттенка. Но тогда мне придётся вообще полностью костюм перекраивать, перешивать. Но... С другой стороны, может быть, я даже на это на всё готова. То есть сейчас какая-то ткань пойдёт как шаблон, а уже потом распороть и по нему все нюансы. И сразу как бы это... Ну, посмотрим. Вот. Косячу как могу. Вообще. Я говорю, там, ну, печати есть, там, ещё что-то. Ну, как правило, они с изнаночной стороны, с лица. Ну, бывает и на лице, но это всё. И потом они этот кусок, когда вот такие вот... Ну, такие вот, это же брак уже считается. Должны за этот кусок денег не брать и как-то его отмечать. А тут... Ну, в общем, не знаю. Нет, она сказала, что там какие-то чёрточки есть. Но там были ещё пластиковые такие... Ну, знаете, когда метраж ещё отмеряют, там ставят. Вот. Я подумала, обычно чёрточки, но по краям ткани идут. Ну, чтобы так, я ещё посмотрела, развернуть у меня ума не хватило. Блин. Ну, я говорю, я потому что с таким ещё никогда не сталкивалась. Ну, что-то вот у неё не идёт. Вот. У неё какие-то загвоздки. То там со сроками прокатили, теперь вот я с таким сюрпризом. Ну, модель интересная. Штанол. Ну, что, буду надеяться, что будет всё хорошо. Вот. Вам хорошее настроение. Прекрасного лета, выходных. Ну, пока. Пока.